Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе в это удивительное утро, хвалы, поклонения, насыщения, благодати и милости. Воистину, мы в престольном зале благодати и милости, и мы в восторге от того, что Ты делаешь в нашей жизни. Мы благодарны Тебе за такое время, которое происходит, время прославления Тебя, наслаждения в Твоих мыслях, время Твоего писания, записанного и превращающегося в наших сердцах, в книгу, которая пишется, памятная книга нашей жизни. Мы благодарим Тебя за каждую порцию из этого писания для нас, Твоих братьев и сестер, для нас, Отец Твоих детей, которых Ты очень любишь. И Ты любишь так, что определит для нас самое надежное место пребывания в Господе нашем Иисусе Христе. Благослови, Господь. Помашь это время. Во имя Твое, Иисус, мы молимся и просим. Аминь. Сегодня у нас 113-е слово посвящения по Евангелию от Луки. И мы с вами в 13-й главе Евангелия от Луки. И отрывок, который мы рассмотрим, это 13-я глава с 10-го по 17-й стихи. 10-й стих. В одной из синагог учил Иисус в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена, не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься, ты свободна от недуга твоего». Он сказал уже это в совершенном времени. Как если бы это действие уже было выполнено. Он сказал и возложил на нее руки. И она в тот час выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, Иисус сказал народу, «Есть шесть дней, в которые должно делать, трудиться. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ, «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас Вала своего или осла От яслей в стойле в субботу? И не ведет ли их поить? Эту же дочь Абраамову, Которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, Не надлежало ли освободить От уз этих в день субботний?» И когда говорил он это, Все противившиеся ему стыдились. И весь народ радовался О всех славных делах его. Вот такой отрывок. Синагога – одна из синагог. Синагоги особенно интенсивно стали появляться После возвращения из Вавилонского плена. Считается, что во главе этого движения, Возведения синагог, Стоял Ездра. И он заботился о том, Чтобы и вообще было установление такое, Если в каком-то месте Находятся десять евреев, Там должна быть синагога. Синагога – это не храм, Это дом, В котором могли поставить скамьи И ставили, Или же стулья. Например, в одной из синагог Было поставлено Семьдесят один стул. Да какие золото! Сколько почтения Тем, кто сидел На этих стульях. И тем, кто Почитал Господа. Это было Время, когда В передней части Синагоги У стены Стоял шкаф. Этот шкаф Назывался Ковчег. В шкафу Находились Различные книги. Тора, Талмуд, Мишна. Это И писания, А также И религиозные Законы, Своды законов, Добавления К этим законам, Разъяснения, Толкования. Все под рукой. Когда Приходил Кто-либо Из Тех, Кто Проходил Путешествие Через этот Город Или же Селение, То Ему Давали Свиток. Как это Произошло С Иисусом В четвертой Главе. Ему Дали Свиток. Это была книга Исаии. Он открыл 61-ю Главу. То есть Он Раскрыл Этот Свиток И Начал Говорить Оттуда Удивительные Слова. Это Было Приглашение Для Путников Или Для одного Из тех, Кто Находился В синагоге Ободрить, Назидать, Наставлять И Также Толковать Писание. Как Иисус Так Удивительно Истолковал 61-ю Главу. Вот оно Время Благоприятное. И Поставил Там Точку. Это Время Соответствовало Его Пришествию. Пришествию Как Агнца Божьего, Который Принесет Себя В Жертву. Синагоги Были Разбросаны По Всей Римской Империи. Они Если Взять Нынешнее Нынешнее Собрание Синагога Сунагога Идем Вместе Собираемся То Мы Собираемся Вполне Возможно В разных Местах В одном Месте Собрались В другом В зависимости От обстоятельств Главное Чтобы Было Слово Божье В синагоге Пели Песни Зал Мог Быть Разделен На две Части Одна Половина Женская Другая Половина Мужская Были Также Хоры Иногда Для Хоров Было Выделено Большое Место Если Это Была Большая Синагога Балкон И Тогда Песня Лилась С Балкона Был И Женский Хор Все Было Предусмотрено Для Прославления Бога Собрания Проходили Преимущественно В Субботу В Понедельник И В Четверг То Через Один День Они Могли Проходить Три Раза В День Это И В Девять Часов Утро В Двенадцать Часов Дня В Три Часа По Полудня Интенсивная Жизнь Замечательная Там Проходили Молитвы Чтение Библии И Столкование Если Получалось Так Что Ну Приходило Мало Человек Бывает Так То Были Десять Штатных Сотрудников Которые Обязательно Должны Были Присутствовать Там Чтобы Человеку Было Он Видел Рядом Тех Кто Прославляют Господа В Синагоге Был Начальник Синагоги Иногда Это Было Несколько Начальников Дьяконы Также Синагоги Звучали Благословения По Субботам Это Было Целая Песнь Благословений 18 Различных Благословений Это Ободряло Все Было Направлено На То Чтобы Поддержать Присутствие В Божественном Исповедании И вот Суббота В это Время В эту Субботу Должны Были Произноситься Эти 18 Благословений Но Там Была Вот Эта Женщина Которая 18 Лет Имела Духа Немощи Этот Дух Немощи Скручивал Ее Так что Она В конце В конечном Счете Стала Смотреть Только Лишь На Землю Ее Хождение Было Затруднено Ее Видение Было Затруднено По Тексту Мы Видим Имеем Откровение Ею Она Попала Под Манипуляции Нечистой Силы Духа Немощи Это Было Духовное Состояние Она Приходила Вот Уже 18 Лет Ну Наверное И Больше И Несмотря На то Что У нее Такая Сложность Она Приходила Славить Бога Люди Смотрели На Нее Какая Картина Перед Их Глазами Была Вот Немощная Сестра Дочь Авраама Духовная Несмотря Ни на что Приходит И Славит Бога Это Укрепляло Людей Укрепляло Приходить Тоже Настойчиво Если Такая Женщина Приходит А куда Ей Идти Кроме Того Я думаю Что это Было И То Как Дух Святой Ее Вел Она Была Предназначена Как в Девятой Главе Евангелия От Иоанна Предназначена Для того Что на ней Явилось Дело Божье Поклонение Богу Помните Про Слепого Человека Которого Иисус В субботу Исцелил И Как Были Возмущены Религиозные Люди И Там И Здесь Я Размышляю Об Этой Женщине Которая Приходила Она Ждала Мессию Об Этому Женщине Написано Ранами Его Мы Исцелились Это 53 Глава Книги Исаии Он Взял На Себя Все Наши Немощи Ранами Его Мы Исцелились Он Понес Все Наказание На Себе И Человек Который Находится В таком Состоянии Он Идет Помните Самарянка Избрала Для себя Ходить И встречаться С Господом У колодца У этого колодца Была своя Религиозная История У нее Жизнь Была Разрушена Но Она Хотела Явить Себя Перед Господом Иисусу Было Необходимо Пройти Через эти Места И поговорить С ней И спасти Ее И наполнить Ее Сосуд Жизни Сосуд Души Истинным Духом Спасения И здесь Да время-то Было Какое Что Доходили Отголоски О том Что Произошло С Захарией С Елизаветой Как В храме Захария Онемел И он Что-то Услышал И как Захария Через Когда родился У него сын Иоанн Креститель Как Он Провозгласил Целый гимн Это же Расходилось По Обществу В Иудее За пределами И вся Атмосфера Была Наэлектризована Ожиданием Иисуса И вот Пришел Он Вот Он Явил Себя И он Ходит И говорит О Небесном Царстве И он Приходит В синагоги И обучает Там И те Слова Которые Он Говорит Это Слова Которые Имеют Под собой Силу Это Сила Царства Божьего И в этот раз Он учил В субботу И там Была Эта женщина Скорченная Вдвое Сложил Ее Сатана Происходила Схватка За душу Этого Человека Да не только Этого Человека За душу Тех Людей Которые За душу Тех Людей Которые Присутствовали От ней Возможно Но он Бессилен Он Понимал О духовной Борьбе Возможно Ему Открывалось Но он Ничего Не мог Сделать Она Не могла Выпрямиться А он Не мог Ей Помочь В исправлении И все Было Хорошо В его Приходе Пока Иисус Не пришел Туда А когда Он Пришел В двенадцатом Стихе Говорится Иисус Увидел Ее Да он Ее Видел И Еще Со Времен Безвременья Когда Шла Вечность И был Только Отец Сын Дух Святой И Все Божество Видело И каждого Из нас И ту Женщину И как Это произойдет И вот Он Здесь В синагоге И его Учение Он Обучает Это Учение Действием Он Он Увидел Ее Господь Увидел Ее И Подозвал И Сказал Ей Женщина Я Освобождаю Тебя Ты Более Не Находишься Под Воздействием Дьявола И И Она Услышав Эти Слышав И возложил На ней Руки И Она Тут же Выпрямилась И Ее Сердце И Уста Стали Славить Бога Я Думаю Что в это Время И Во многих Местах Синагоги Послышались Голоса Господи Славим Тебя Славим Тебя Ты Освобождаешься От Недуга Твоего Она Тот Час Тут же В это Же Мгновение Выпрямилась Она Свободна Иисус Не стал Спрашивать Духа Не стал Говорить Уйти Из нее Он Распорядился Пришел Тот Кто Силен Слово Которого Было Подкреплено Божественной Силой Человек Да Бог Невидимый Да Женщина Видимая Да И Истязатель Невидимый Да Два Человека И Две Духовные Сущности Сам Господь Бог И Тот Кому Было Позволено Некоторое Время Чтобы Он Производил Свои Действия Ну Кто Это Женщина Была Она Была Грешница Как И Все Мы И У Сатаны Были Особые Виды На Нее Эй Синагога Вот Среди Вас Стоит Эта Женщина И Кто Сможет Победить Это Была И Усмешка Над Медность Со Стороны Сил Тьмы И Вот Пришел Свет Тот Кто Ходит Среди Светильников Тот Кто Поправляет Церковь Тот Кто Разговаривает Лично Но Тогда Еще Время Которое Здесь Описывается Это Не Церковь Это Среди Его Народа И Он Учит И Это Учение Тот Которого Вы Верите В Мессию Он Силен Это Все Сделать Силен Прекратить Это Бедствие Она Выпрямилась И Стала Наконец-то Стала Славить Бога Что Произошло В книге Деяний В третьей Главе Каждое Утро К Прекрасным Воротам Ведущим В храмовый Двор Каждое Утро Приносили Немощного Молодого Человека Он Зарабатывал Деньги Да Но Он Был Немощный Он Он Не мог Ходить С Рождения И Проходили Мимо Него Иоанн И Петр Они сказали Этому Человеку Золото Серебра Нет Но Вот то Что Есть Превыше Золота Превыше Серебра Мы Даем Тебя Именем Господа Иисуса Христа Встань Ходи И он Встал И пошел И вошел Через эти Прекрасные Ворота В храмовый Двор И он Не шел Как другие Шли Сосредотачиваясь Моляясь Что очень хорошо Этот человек Попрыгивал Он Скакал Так Там Всю Жизнь Свою Он Его Переносили С места На место Он Славил Бога Она Эта Женщина Стала Славить Бога И Можно Было Бы Завершить Историю На этом Но Вдруг В этой Синагоге Появляется Тот Который Присутствует Там Начальник Синагоги Он Недоволен Он Видит Эту Женщину Которая Приходила Может быть 18 лет Ну Известно Было О ней Он Ничем Ей Не мог Помочь И тут Приходит И Исцеляет Ее Опасность Зависть Ревность Нету Никакого Прославления Есть Желание Командовать И Приказать Чтоб Таких Случаев Больше По Субботам Не Происходило Он Он Может Такое Сказать Ему Кажется Начальник Синагоги Он Негодовал Что Иисус Сделал Это В Субботу Слушайте Он Открыл Уста Иисус Открыл Уста Этой Женщины Она Встала И Стала Прославлять Господа И Что делает Начальник Синагоги В духе Зависти Он Хочет Закрыть Ее Уста Он Не Смотрит На Иисуса И Говорит Есть Шесть Дней Которые Должно Работать В Те Дни И Приходите Исцеляться Ну А что Ж Такое Она Приходила Да Три Раза В Неделю И Может Быть По Несколько Раз В День Она Приходила О чем Ты Говоришь В Те Дни Приходите Исцеляться Или же Он Намекает Иисусу Ты Исцеляет Только Вот в Эти Дни Я Тебе Повелеваю А не В День Субботний Зависть Ревность Блокирует Знания Знания Определённые А у него Должны Были Быть Эти Знания Потому Что Иисус Объясняет Ситуацию В Которую Попал Этот Начальник Синагоги И Он Вместо Того Чтобы Быть В Кротости В Молчании В Духе Поклонения Если Он Не Понимает То Просить Чтобы Господь Открыл Пятнадцатый Стих Господь Сказал Ему В Ответ Ты Лицемер Тебе Как Начальнику Синагоги Известно Объяснение Как Поступать Человеку У Которого Есть Домашнее Животное И В Субботний День Позволено Чтобы Не Мучилось Животное Отвязать Его Отстоило И Прийти Привезти На Водопой Даже Можно Было Принести Кувшин С Водой И Вылить В Ту Емкость Чтобы Эти Животные Могли Пить И Не Ослабеть И Не Повредить Здоровье Не Не Отвязывает Ли Каждый Из Вас Вала Своего И Осла От Яслей И Стоила В Субботу И Не Ведет Ли Пить Поить Это Это Было Известно Как Зависть Ослепило Сердце Как Он Подставился Но Дочь Авраамову Духовную Дочь Авраамову Начальник Синагоги Ты знаешь Кто Она Приходящая Да Скрученная Скорченная Она Дочь Авраамов И Надо Было Молить Чтобы Мессия Пришел Чтобы Он Прикоснулся И Увидеть Проявление Эту же Дочь Авраамову Которую Связал Сатана Ему Было Позволено Это Сделать Вот Уже 18 лет Не Надлежало Ли Освободить От Уз Этих В день Субботний Конечно Конечно И Те Которые Были В Синагоге Против Иисуса Здесь Написано В 17 Стихе Когда Он Это Говорил Все Противившиеся Ему Стыдились Это Это Только Начальник Синагоги По Зависти Что В Его В Отчине Такое Делают Да Ладно Надо Надо было Радоваться Кто 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 Имеет Отчание За Ее Душу И Господь Бог Через Мессию Побеждает И Спасает Ее Для Того Чтобы Она Продолжала Прославление Раньше Скорченное Веруя Что Он Придет И Освободит Теперь Свободное И Когда Услышали Люди Находившиеся В синагоге Здесь Написано И Весь Народ Радовался О Всех Славных Делах Его И Мы Радуемся И У Нас Происходят Такие Вещи Иногда Слышишь Такие Слова Почему Вот Раньше Происходили Такие События А сейчас Не Происходят Первое Не Надо Обобщать Такие События Происходят Однажды Меня Пригласили К Умиравшему Подростку В Одной Семье У Него Онкология Была И Это Терминальная Стадия И Вот Я Пришел Отец И Мать Этого Юноша Ему 16 Лет Выглядит Маленький На Диванчике Лежит Отец И Мать Плачет Они Увидят Они Видят Умиравшего Умирающего И Просят Чтобы Я Помолился Я Им Предлагаю Давайте Мы Вместе Помолимся За Спасение Вечность Время То Подошло К тому Что Вот Вот Этот Юноша Расстанется С жизнью И Он То Пребывает В сознании То Проваливается Мы Помолились Отец И Мать Приняли Иисуса Христа И Вот Я Молюсь С Этим Подростком Чтобы Он Принял Иисуса Христа И Я Смотрю Как Он То В сознании То Сознание Затуманенное Или Пропадает Эта Молитва Завершается Во Имя Иисуса Христа Спасителя Моего Я Прошу И Молюсь Аминь И Его Губы Сказали Аминь Мы Побыли Некоторое Время Еще С Родителями Я Ушел Через Неделю Мне Сказали Вы Знаете Какое Событие Произошло В Этой Семье Юноша Умер Но Перед Буквально За Несколько Десятков Секунд Он Воскликнул Мама Иди Сюда Она Пришла И Он Сказал Мама Ты Посмотри Кто Пришел Она Не Видела Никого Только Своего Сына Это 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 Христос Сказал Юноша И Умер Пошел На Небеса Удивительная Победа Это Происходит Каждый Каждый Из Нас Является Человеком Который Имеет В Себе Господа Иисуса Христа И Говорит От Переполненного Сердца И Благословляет И На Пути Столько Разрушенных Жизней И Господь Через Это Благословение Его Присутствие Его Видение Он Сражается И Выигрывает И Выигрывает Души Сейчас Аминь Отец Наш Небесный Мой Благодарный Тебе За Это Время В Слове Твоем Размышлениях Твоих Господь Благослови То, Что Мы Слышали Может Быть Среди Тех Кто Слушает Это Слово По Интернету Есть Человек Который Не Знает Иисуса Христа Как Своего Спасителя Примите Его И Скажите Простые Слова Дорогой Иисус Я Грешный Человек Прошу Тебя Прости Мои Грехи Спаси Меня Подари Подари Мне Вечную Жизнь Научи Меня Твоему Слову Приведи В живую Церковь Во Имя Твое Мой Бог И Спаситель Иисус Христос Я Прошу И Молюсь Аминь Слава Богу Слава